всем привет дорогие друзья меня зовут сергей трейсер я сейчас нахожусь в городе львов справа от меня находится самый большой когда-то в украине автобусный завод на данный момент он не работает буквально еще пару лет назад он там кое-как на последнем дыхании работал сейчас он закрылся и мы идем вдоль его территории и смотрим где же здесь есть какое-то интересное место куда можно было бы залезть как видите слева там дорога машины ездят люди ходят дует такой ветер неудобно в такие местяки брать с собой технику различную микрофон поэтому я заранее за звук вот такие ребята окна у меня за спиной сейчас нужно подобрать менее палевный момент удачник какой-то сказал момент и быстренько туда внутрь закинуться смотрите нас от дороги сейчас отделяет вот такая вот стенка мы зашли сюда думали что здесь как люди постоянно здесь просто много мусора люди здесь просто мусорят короче нашли вот такие двери сейчас есть план поставить их вот так добраться до вот этой решетки и попытаться через нее пролезть она конечно достаточно узкая не знаю получится не получится но мне кажется она там он немножко вырвана ее можно вот так просто будет чуть-чуть выкрутить и должно получиться если не получится будем пробовать через те окна залазить там много машин палева что-то придумаем в любом случае попадем внутрь заколоченная решетка так денис молодец но не факт что мы сможем через него пролезть и низ немножко меньше меня да он легко прошел я думаю тоже пройду как думаешь пройду я точно денис говорит что я не пройду скорее всего грудачина я застряну а я руку сейчас находимся внутри и основная наша цель это найти здесь должен быть какой-то бомбарь как в принципе любому большому предприятию положено что у него был какой-то крутой по сталкерским меркам бомбарь в общем мы хотим попасть в бомбарь мы уже сюда залезли у нас остался человек снаружи и мы поняли что мы забыли фонарик у нас вообще никакого света нету только в телефоне мы короче сейчас его послали в машину хочет возьмет фонарик принесет нам и через дырочку подаст его все фонарик есть в общем ребята территория здесь на самом деле достаточно большая и чтобы не ходить лишний раз по территории охраны здесь конечно мало но она есть и могут у них какие-то эти бобики рычащие даже быть поэтому не хочется на самом деле палиться идем сейчас вдоль вот этого ангара он очень длинный мы сейчас какую-то часть территории пройдем просто внутри ангара а потом уже выйдем на улицу и будем искать вентиляционный грипп потому как ну есть бомбарь значит должна быть вентиляция люди как-то дышали и вот для сталкеров попасть через вентиляцию один из самых таких простых способов буквально пару лет ребята не работает и смотрите какая уже разруха все разворовали но еще не полностью все конечно разворовали но уже все очень заброшенным выглядит кстати смотрите вот этих штук раньше вот здесь были окна их короче по выбивали и потом заложили чтоб сюда никто не заходил вот этим камнем вот такие как мы с денисом сегодня через вот эту штуку перелезли нужно было все таки замуровать до самого верху им зачастую по таким местам хорошо ходить каким-то проводником у нас проводника нет у нас есть только информация и мы выходим на улицу и сейчас нужно будет пройти пару минут по территории конечно же мы будем идти не пару минут а пару добрых таких минут потому как принципе здесь все выглядит очень заброшенным сомневаюсь что прям часто часто какие-то обходы проходят тебя смотрите честно даже в припяти местами не так все заросшие шли мы шли и вот тут у нас есть такой слева ангар справа с которого мы вышли и вот так насквозь через двери видим там стоит какой-то кузов автобусах я думаю это будет очень интересно поэтому мы заходим тихонько внутрь тук-тук ухты смотрите ребята какой огромный ангар прикиньте здесь я не знаю то ли конвейер какой-то был то ли шо очень ребята широкий ангар я был многих наверное заброшенных зданиях некоторых предприятиях был видел большие ангары этот не то чтобы там мега высокий мега широкий просто и вот остались такие кузовы от автобусов давайте подойдем к ним ближе и посмотрим думаю что этот автобус скорее всего ребята наверно не был настроенный как-то так она в процессе все и бросилась здесь хотя вот и низ подметил что он там покрашен пошпаклеван можете был готов может был почти готов так вот это перевернутый кузов такой конечно же внутри сверх интересного ничего здесь нету но мы пришли на автобусный завод поэтому хорошо что хоть какие-то автобусы ребята вы видели потому что я честно думал сейчас придем на автобусный завод и автобусов не увидим вот смотрите ребята такая траншея после того как завод перестал работать если не ошибаюсь в пятнадцатом году перестал работать там еще где-то видео в интернете находил что-то непонятное происходило в восемнадцатом то ли он работал то ли не работал врач грубо говоря скажем так что в пятнадцатом году он был закрыт и вот с тех траншей там всякие кабеля и так далее и тому подобное повынимали не вот еще кстати видите вот так по срезали но будущее поколение если успеют еще где-то внутри там под землей остатки кабеля вытянуть издадут на цветный это кстати очень аккуратно ходим не то чтобы мы боимся там охрану или что-то такое убегать не вижу смысла потому как я честно не очень хорошо ориентируясь на этой территории во вторых вылазить быстро не получится есть информация что у охраны может быть оружие там может воздушка типа к это может травмат может просто помощь такой знаете этот холстыми шустря но мы короче решили убегать не будем случае чего будем просто стараться не палиться потому что не палиться проще чем убегать а вот этот автобус ребята наверно уже был достроен смотрите ты как водила такой заходишь садишься такой за руль крутишь его и говоришь за проезд кто передавать будешь и такой уже папа папа рулишь и папироску так берешь на эти как у меня ассоциации с водителями кстати в деревню бабушки в детстве все время ездил и такие старые лазыш это были на такие вот это как в чернобыле вывозили лазы на были вот на таком лазе все детство я к бабушке чуть ли не каждые выходные в село ездил и у меня ассоциации с лазами это как бы тот автобус и там постоянно такой водитель сидит там то ли курит то ли шо у него какие-то эти там висюльки всякие висят флажки и так далее тому подобное в 90-х или там в советском союзе считался типа модный тюнинг такое наше время колхоз считается но если я буду водителем автобуса я обязательно себе такого колхоза наделаю короче ладно не будем задерживаться на этом автобусе далеко не уедем идемте дальше вот такие ямы как знаете типа в гараже еще под машиной можно было лазить только под автобусом вот так вот где-то оттуда наверно не заезжали и такие бац сюда раз два три так пора выходить на улицу и двигаться в сторону здесь ребята как-то так все устроено что мы вот ходили по этому ангару и чтобы выйти в ту сторону в которую нам нужно двигаться реально пришлось поискать место короче видимо в этом через щели некоторые смотрели там некоторые возможно всяким мелким предпринимателям участки территории сдаются и там короче просто видел есть ангары с красивыми дверьми видно что новыми замками и тогда бампер пошел этот машина скорее всего короче ребят к чему это почему это веду что вот эта часть территории где мы там были там реально вот мы сейчас ее исследовали могу сказать можно было расслабить булки но все но надо тихонько себя всегда вести а сейчас то принципе у нас каждый шаг вперед это такая неизведанная тропа фонарик вот смотри видишь светится короче вылезли с одного цеха сразу же залазим в другой для того чтобы не палиться по территории вот мы должны были вот там по дороге идти найдем внутри здания меньше полиция вон кстати сейчас подходим к тому ангару где светится свет что сам покажу его камера вроде нету он светится видите и закрыт на замок но если закрыт на замок это говорит о том что там никого нету но все равно здесь уже больше вероятность верно все таки будет встретить охрану вот светится фонарь камера вроде нету наблюдения он кстати колючая проволока что-то едет ребята спрятались в кустики вообще не в нашу сторону я идем найдем друг выйдем все ребята практически подошли к бомбурю но здесь уже видите там там фара горит там машина ехала вон короче какая-то металлочерепицы крошина вот грибки уже пошли короче нам нужно найти грибок где есть вырвана решетка нам ничего не приходилось сломать она уже чужим залазом воспользовались блин подошли обрадовались думали открытый бомбарь смотрите вот так открываешь а там такая штука клац и все кстати ребята я так понимаю это какой-то фильтр на здесь день и стоял чтоб типа ну воздух который вниз вниз заходил он фильтровался территория такая заросшая ощущение что где-то по чернобыль уходишь кстати ребята если сюда внутрь заглянуть видно что здесь была столовка когда-то а под столовкой вот этой получается бомбарь мы сейчас обходим это здание для того чтобы найти грибки с другой стороны потому что с этой стороны через грибки не получается залезть там нужно что-то демонтировать ломать и это это еще не гарантирует того что ты попадешь через это все дело в бомбарь короче идем на другую сторону здания надеюсь там щас беспалево будет машинка проехалась короче с той стороны ребята где с той стороны где мы сейчас хотим грибки посмотреть там уже вторая или третья машина проехала пока мы тут находимся и там получается как раз вдоль дороги наверное идут эти грибки ну что надо рисковать блять короче водитель это не охранник ему больше других не надо вообще увидит себя если кто-то ходит может подумать что так надо короче стояла там какая-то машина решили с другой стороны это здание выйти блин такой квест вот с каждого ангара вот чтобы выйти нужно все узлы обходить пиши там либо нельзя пройти либо не туда либо еще что-то смотрите ребята такие красивые елочки растут как будто здесь было какое-то административное здание рядом ну все погнали сейчас я фонарик только включу короче ребята вряд ли это к бомбарю имеет отношение но какое-то подземелье нашли уже хорошо давайте его исследуем ну шо ребята пройдемся немножко по данному подземелью я конечно не эксперт по подземкам но кажется мне что конкретно вот это к бомбарю не имеет никакого отношения кстати смотрите лампочка то есть где-то если найти включатель или выключатель то теоретически может быть мы даже сможем включить тут свет короче пока что ребят ничего интересного долго мы идем так вперед идем 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 может даже через всю территорию сможем пройти где такую единиц наркоманскую трубочку заметил на командском на потому что кто-то брал что-то асбест да все короче с асбест асбестовая похоже и кто-то брал вот это всю трубу так мотал и стри текана длинная короче капец но мы шо мы движемся прямо в надежде что-то увидеть интересное скорее всего в бомбаре туда мы не попадем но я уже начал просто сомневаться что мы вообще в бомбаре попадем так хоть где-то под землей походим вот я надеюсь ребята вам видно вот эти лучики света в общем интересного ничего не было но так долго долго шли однообразному тоннелю повернули в одно место здесь кстати как-то много мусора чем дальше тем больше какой-то сырости под ногами и такая вонь знаете как вот дерево загнило тот был в подземельях тот наверное такое когда-то уже нюхал и вон кстати затопленная какая-то комната давайте сейчас под этими трубами проползу покажу вам сам посадку шо там металлическая дверь такая она затоплены дни далеко не пройдешь смотрите ребята что мы обнаружили ну не швабру точнее метло то ту которую я беру руками а вон снизу кто-то утопил фонарик видимо уже лазили тут блин только пыль поднялся дешевый какой-то фонарик я думаю сильно человек не пострадал который его уронил бросим тут его в общем ребята сейчас идем обратно на выход что в той комнате ходить нужны резиновые сапоги мы как бы их с собой не брали потому как не думали что мы будем по лужам где жабы квакают бегать поэтому может быть когда-то еще верну сюда в резиновых сапогах и если поюсе моего видео кстати сюда еще попасть можно будет потому что вот такая закономерность вот я куда-то прихожу потом за мной туда кто-то с моих подписчиков приходит в общем идем на выход потому что здесь реально такие вот смотрите однообразные прямые коридоры ничего интересного а если попадем все-таки в бомбарь то хоть что-то интересное да будет вот ребята мы нашли правильный грибочек все ребята это бомбарь вот такая типа ермуха маленькая и добро пожаловать в бомбарь ребята мы бомбаре смотрите противогазы фильтры кстати может быть еще даже новый фильтр запечатный ну что давайте беру пройдемся посмотрим что тут есть конечно же все разворовано современные сталки уже не воруют фильтр ух ты дефицит сейчас только не с плесенью уже это как сыр знаете это французский с плесенью ящички такие военные типа деревянные прикольные так здесь походу этих ящиках костюмы к 3 типа что-то языка наверно все разворовали и правда современные сталкеры либо еще не успели все фильтры вынести отсюда либо либо и может такое неинтересно но и недобросовестные stalker они выносят там аптечки с бомбарей противогазы фильтры и потом это все продают не знаю точно кому-то да давай не цены мы залезли бомбарь на добро спрашивали это вы залезли бомбаре меня кислоту какое-то нам было кита нашел что такое так еще из интересного военные каски немножко прогнившая короче с той стороны ребята судя по всему парадный вход в бомбарь был той стороны вот сюда в парадный вход кто-то дайвингом занимался наверно и нырял сюда пошуми открылось от старости наверно от старости запилилась с той стороны типа закрыта типа полка замотана получилось все так еще какая-то комната такая маленькая сиди как интересно устроена дверь дверь еще дверь прикольно вот она все грамма надо продумано смотрите что я нашел выморит человечество эта штука останется так нашел это дверь номер один за ней непонятно шо либо весь бомбар открывается либо вход какой-то вход потому что тут мастерская какая-то видишь то есть фото там же улица решила еще что-то будет помещение ну что пробуем еще только надо уже тут аккуратно блин это классно все рабочие оказывается у меня вытягиваться должен сейчас я короче ребят возьму отмычку приду короче в начале видоса нам сюда залезли вы видели эту отмычку это специально для того чтобы какие рычаг что-то сделать ну можно потом чипа легче железку взять какую-то там просто очень красиво выглядело но на самом деле показалось мне такой удобный непрактично непрактично ребята такая небольшая пауза я не ломаю я открываю просто ну как бы от старости уже там чуть-чуть это подрежавело самое лучше отмычка тихо 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 я вижу свет с улицы тихонько что мы тут видим в здание попали в общем ребята а как вы поняли вот эта дверь она вывела нас в здание возле которого мы ходили грибки смотрели короче по зданию гулять нам не очень интересно да и я думаю все охрана нас в здании поймает то уже другие вопросы немножко начнутся Поэтому давайте просто еще походим по бомбарю И будем вылазить Прикиньте, ребята, площадь этого бомбаря 560 с чем-то, 565 Вот смотрите, квадратных метров Офигеть Короче, нафиг нам тут здание, чтобы по нему еще ходить Давайте лучше дальше пройдемся по бомбарю Посмотрим, что тут вообще есть Ого, Денис, иди сюда Так, ребята, здесь в этой комнате полно таких коробок Давайте сейчас одну достанем Посмотрим, что там Хотя тут уже написано ГП-5, ГП-5, ГП-5 Кто знает, что такое ГП-5, тот молодец Вот, тяжелая Она не тяжелая, она зацепит Доставьте сверху, посмотрю Ее надо, короче, вскрыть чуть-чуть Видишь, они запечатаны вот так Давайте один вскроем И посмотрим еще там Иди за отмочкой Блин, все ломается Как его открыть, ребята? Ну, вандализм есть Но посоединение ноги здесь лупануть Вот, того, как угла потянем Оторвать Короче, давайте просто достанем Все, кстати, эти противогазы уже Никому, наверное, пользы не приведут Они, смотрите, подцвели Резина рассохлась Их периодически, мне кто-то рассказывал Нужно менять Соответственно, советским фильмом Скорее всего, их никто здесь даже и не менял Здесь, кстати, может есть дата, да? 73-го года они тут стоят, да? Да, вот на яичке написано А, да, вот, 73-й год Конечно же им жопа уже 5-3 месяца Поэтому их, кстати, мародеры Всякие, вандалы и так далее Они их просто не забрали, потому что им нафиг не нужны Вот, смотрите, ребята, еще одна комната Питьевая вода На украинском языке, правда, написано 3200 литров в таком В одном бочонке маленьком Тут краник Давайте проверим Пустые, да? А Денис постучал, говорит, пустые Я хотел краник покрутить План схема сховища В общем, тут все нарисовано Ты понимаешь, это план здания План самого бомбаря и так далее и тому подобное В общем, бомбарь очень длинный Постараюсь зайти в каждую комнату Скорее всего, в видео не буду каждую комнату вставлять Потому как, ну, не вижу смысла Многие комнаты просто вот так выглядят Суперинтересного здесь ничего нету Хотя здесь был меткан Стоитный шкаф такой дефицитский Да, как в фильмах, знаешь, на ключе такие обычно закрываются Потому что там всякие могут быть препараты интересные Смотрите, ребята, сколько респираторов Недавно с карантином дефицитная штука была Но не все уже, короче Не ходятся к использованию Очередная такая комнатушка Вот, кстати, ребята, части тела валяются Манекена, на котором, наверное, тренировались оказывать какую-то медицинскую первую помощь Итак, ребята Зашли в очередную комнату Какие-то интересные покуночки тут лежат Давайте сейчас вскроем, посмотрим, что там Так, какие-то брошюрки, книжечки Что это у нас за книжки такие тут Или это журналы какие-то Да, похоже на журналы больше какие-то Блин, расползаются в руках просто А не, это какие-то книжки Лаз, что-то там, может, кстати Хрен его знает Да, это какие-то инструкции от автобусов, видимо А, как какой узел устроен Да Это ремонтная такая книжка Львив Туры из Чернобыля вывозили людей на таких Ну и я все детство к бабушке в село ездил на таких Короче, инструкции, я так понимаю, возможно, есть инструкции еще и к другим каким-то Вот автобус Автобусом Но мы их, короче, читать, запоминать, учить не будем Только что преодолел, ребята, две вот эти двери Смотрите, вот так ее толкаешь Она как на пружине Обратно идет и стучит об эту дверь Кстати, смотрите, вот не знаю, что это за комната Но Конкретно это единственная, наверное, комната маленькая, которая Закрыта вот такой герман-дверю Возможно, это, короче, какая-то стратегически важная комната была Смотрите Какие-то датчички Тумблерочки Какие-то аббревиатуры Жалко, что я не разбираюсь в этом Деле И не понимаю, что я клятся Может, я уже там это Еще один реактор в Чернобыле мог бы таким образом взрывать А вот здесь, походу, ты нажимаешь И тут что-то светится Короче, какой-то Пункт управления, что ли Иначе, я не знаю, почему Вот такой, ребята Огромной дверью Закрывать Одну вот эту комнату вот давайте обратно пройдем прошли стыть она назад идет чтоб не шуметь и аккуратно закроем эти ребята пришел денис и расшифровал мне немножко вот это все дело смотрите улица вот такая улица вот такая улица вот такая и денис говорит что все вот это это разные бомбари и мы всего лишь находимся в каком-то из них а прикиньте сколько их по территории вообще в целом есть просто вот поражает а вот эти тумблеры что это свет включать и выключать да кстати садил по три лампочки на каждом и вот видишь тут на цвет что-то обозначает это горячая вода это включить им солнце ага точно кстати да может так и быть вода ух ты смотрите ребята какая телефонная будка здесь походу связь с внешним миром какая-то проводилась здесь сидел какой-то начальник сейчас здесь мы с денисом находимся теперь мы тут начальство так тебя даже на двери вроде написано было что какой-то начальник c о в атлас и тут всякие таблички с начальниками чего-то получается ребята вот эта комната в которой мы были где-то минуту назад с нее можно управлять там всеми бомбарями типа там закрыть открыть заслонки воздуха еще чего-то просто не знаю что те тумблер очки там значит получается что вот этот бомбаре он типа как главный потому что здесь пункт управления и потому он короче закрыт не на такую вот смотрите дверь деревянную как здесь на ту ермуху металлическую потому что это в принципе самая важная комната если как бы доступ к ней будет точнее не будет доступа то все пиши пропало эти среди классно фонарик в потолок светит и отражает все итак ребята нашли мы такую вот аптечку откуда знаем что аптечка потому что мы уже одну такую находили но не смогли открыть кстати смотрите как мухом порос стул давайте откроем эту аптечку и кстати таких аптечек раньше еще не видел посмотрим что там внутри вот внутри какой-то вонючая штука какая-то красная денис иди сюда я не шарю шо это может йод какой-то или шо шо планом устройство ядерной бомбы для чайника походу инструкция внутри еще было но она уже да она уже короче мокрая и не читабельны и кстати вот какая-то . вот шила какое-то шоу что-то прокалывать наверно что вот эту штуку прокалывать но не будем у нас воняет вообще два не будем трогать или ухать может вы нельзя а вы ребятки напишите в коменты что это за аптечка такая потому что я честно таких раньше не я встречал вообще-то не троги руками вонючая это ампула подойди то пробка наверно уставлю ну пофиг давай тут делаешь открутить хочешь блять оно на пальцы тебе пошло надо руки будет хорошо вымыть очень тщательно короче ладно лучше в коментах прочитаем ребят пишите в коменты что-то за бодяги такие в общем ребята как я сказал бомбарь мы уже обошли сейчас наверное будем выходить и выбираться с территории и ехать домой как получился ролик надеюсь он вам понравился давно кстати не был в подобных крутых местах очень удивительно что можно сказать в самом городе львове находится это место я раньше про него не знал не сообщил об этом месте мой подписчик он уже кстати не раз мне как оказывается сообщал об этом месте большое за что ему спасибо не буду палить его имя короче спасибо тебе дружище за то что он скинул координаты этого места ну что ребята мы будем наверное выдвигаться кстати это что макет завода находимся мы где-то что тут не вот сюда где-то мы где-то тут да вот это первое было да а вот этом или в каком и вот этом вроде было короче автобусы у тебя вот этом автобусы были мы пришли вот так вот так и где-то вот тут короче под этим зданием еще сходим ну да да сейчас там находимся в общем ребята как вы видите мы еще решили все-таки зайти внутрь здания смотрите класс 52 08 лайнер 12 до 12 прикольно кстати выглядит первый заместитель главного конструктора дзядек олег юрьевич всякие документы никому не нужны я честно говоря этом мы ходим вот только маленькой части территории а я уже офигеваю от размах блин страшно представить как вот этот весь механизм работал здание где-то в кабинетах люди сидели где-то там в цехах люди работали блин просто большой большой организм работал все хорошо было автобусы долгого делал да точно свежий нету точно новый просто ночью в пятнадцатом году как бы кое-как работал может с того времени еще осталось так много везде стоят пластиковые окна такое дело что в пятнадцатом году пластиковых окон не было ну да что-то планировали если не ошибаюсь то там короче были подвязки у завода у нас там куда-то за границу делать автобусы и потом что-то обломилась и потом проблемы с днями какие-то случились и банально даже не было там просто чтоб там за электроэнергию за еще что-то заплатить за воду и просто обанкротились хотя видите тут и окна уже поставили вот еще одна комната тоже видимо вот ремонт кто-то планировал вот тут тоже гипсокартон в целом то ничего интересного этот этаж видимо весь под ремонт был но ремонта не случилось в общем ребят смотрите металлическая дверь раньше была взломана здесь кстати по соседству очень интересная комната архив конструкторского бюро то есть здесь как бы архивы всех наверное лазовских автобусов что когда-то были и возможно которые таки не смогли появиться очень интересная комната закрыта а вот здесь кто-то выламывал мы хотели открыть но посмотрели туда внутрь я не знаю будет ли вам видно вон сверху висит куяр кончик не так что он рабочий конечно и там внутри если присмотреться еще может на телефон продублирую видео там стоит датчик движения то есть если мы туда зайдем кто-то теоретически об этом может узнать зашли ребята еще какой-то рандомный кабинет смотрите достаточно неплохой сохран вот кстати инструкция от чехилота телефона кто помнит раньше такие телефоны были кнопочные moto start motorola в принципе интересного супер здесь ничего нету куча каких-то бумаг документов в бомбаре наверное было все-таки повеселее и вот кстати с этой накладка с потолка с короче здание ребята сверх интересного ничего нету бомбарь мы в принципе обошли весь здание все обходить не вижу смысла и на этом наверное наш видеоролик подойдет к концу нам еще конечно предстоит небольшой квест покинуть вот эту территорию потому что нужно там такими зигзагами ходить там где-то пролезть там пролезть там короче смотреть чтоб тебя машина испарила короче без проблем мы покинем скорее всего охране на глаза не попадемся мы на этом видеоролик подходит к концу с вами был сергей трейсер ставьте лайк если вам понравился этот видос мне кажется это достаточно крутой объект давно на таких я уже не был жмите там колокольчик подписку чтобы в будущем смотреть новые классные ролики ну а мы ребята погнали домой